Рыба приветствую вас меня зовут Ева Лехцер вы на моем канале и сегодня мы с вами будем рассматривать интересную тему а именно как смена кармических узлов повлияет на все сферы вашей жизни как вы знаете 18 июля 2023 года у нас меняется ось кармических узлов с тельца скорпион на ось овен весы у вас это будет затрагивать второй и восьмой дома гороскопа ну соответственно мы с вами посмотрим и проанализируем насколько значимыми важными будут события перемены по всем сферам к чему вам стоит подготовиться и на что рассчитывать поэтому мы с вами приступаем работаю я сегодня с колодой 2 предвидения звездочета для тех кто постоянно мне спрашивать что за колоды фактически большая часть инструментов с которыми я работаю вы можете посмотреть их обзоры в плейлисте обзоры колод и подобрать для себя необходимо мы с вами приступаем и так общие характеристики первого дома что у вас здесь идет аркан дурак прекрасный аркан я бы сказала даже шикарный объясню почему потому что первый дом это у нас . я иными словами дом который характеризует наше самовыражение характеризует наш внешний облик и помимо всего прочего конституцию тела наш характер нашу модель поведения внешний облик темперамент тип самовыражения восприятие себя это какую социальную маску мы надеваем как мы себя позиционируем в социуме как нас воспринимают дурак если вы видите это вопросы обновления омоложение то есть у кого-то может быть кардинальная смена имиджа для кого-то ряд мер процедур направлен на то чтобы сбросить количество лет помолодеть для кого-то вообще просто знаете как новый облик новая жизнь все с чистого листа поэтому дурак и сулит вам таковые перемены опять же то что касается социальной маски вашей роли в чем-то вести себя взбалмошно непосредственно позиционировать в чем-то себя инфантильно но до 100 и цели чтобы кого-то одурачить почему потому что эта карта показывает на ситуацию что вы грамотно все здесь продумываете наперед и вот этот взбалмошность по пажу жезлов это желание зажечь пробудить любопытство но вместе с тем под узучаш этого выстраивать какие-то новые связи то есть дипломатические связи новые эмоциональные связи вот эти перемены вашем облике они действительно очень значимо повлияют и на смену вашего окружения если смотреть и анализировать ваш второй дом что по второму дому у вас здесь проходит тройка пентаклей и на самом деле это очень хороший аркан объясню почему потому что второй дом это у нас дом возможностей для его называют . возможностей он отвечает за наши ресурсы а именно наш анализ наше имущество общие капиталы которые здесь вы можете с кем-то создать и организовать это доход бюджет благосостояние это вопросы видов трат и новые источники доходов в плане ресурсности это та энергетика которая вам позволяет жить творить любить двигаться дальше это частично связано с вопросами здоровья хотя здоровье у нас в большей степени как вы знаете проходит по шестому дому но здесь это тот уровень восприятия та энергетика которая вам позволяет и убирать финансовые блоки и продвигать новые проекты то есть здесь очень важно вам нужно будет проработать и прокачать итак тройка пентаклей по второму дому официально заработанные деньги стабильный заработок у кого-то если здесь были долги и какие-то обязательства как показывают арканы то здесь вы можете решать эти проблемы вопросами реструктуризации долга и еще такой момент если вы намеревались брать ипотеку ипотечное кредитование или зарабатывать на недвижимости будь то вопросы аренды или вопросы купли-продажи зарабатывать на разнице здесь для вас это будет самое но в плане ресурсности тройка пентаклей это прорабатывать прокачивать свою энергетику для кого-то вопросами связаны с медитацией для кого-то энерго практики для кого-то аффирмации гипнотерапия или убеждения у каждого это свое но вам это необходимо сделать для того чтобы действительно иными словами пробить свой финансовый потолок и зарабатывать больше почему потому что тройка пентаклей это тот уровень на котором вы есть сейчас но вам нужно проработать это только пентаклей карта активного труда на для того чтобы добиться чего-то большего поэтому дерзайте у вас здесь все будет получаться если смотреть и анализировать третий дом что у вас проходит по третьему дому и так по третьему дому шестерка жезлов карта победы успеха цели и достижений поскольку у нас третий дом это дом коммуникации и у нас отвечает за взаимоотношения и общения с окружающими то есть это наши родные соседи там это братья сестры то есть это близко со всем окружение почему потому что ну это фактически круг нашего повседневного общения кстати сюда тоже могут входить коллеги там ваше руководство еще это дом начального и среднего образования каких-то краткосрочных курсов то есть мастер-классы краткосрочное обучение вебинары бизнес-тренинги и прочее дома средств передвижения то есть покупка продажа транспортного средства дом коротких поездок путешествий перемещений и в принципе как и дом деловой переписки потому что письма бумаги хаос оформление каких-то там бумажек документов подтверждения то есть вопросы корреспонденции но помимо всего прочего конечно же это прокачка вашего интеллекта и еще можно назвать это стабилизация нервной системы а теперь давайте обо всем поподробнее и так с точки зрения покупки продажи транспортного средства шестерка жезлов карта триумфа то есть если у вас не было авто вы собирались то здесь получится осуществиться план цели и надежда если хотели сменить на более но как респектабельная статусная то есть купить что-то получше опять же ситуация актуальна если это касается командировок командировки которые увенчаются успехом с точки зрения общения с социумом вашими близкими быть авторитетной личностью которую все уважают которую слушают которые прислушиваются и вашим советом внимают если были какие-то ссоры споры конфликты это их уладить причем здесь вы не просто знаете как попытки кому-то найти подход а аргументированно обосновать свои какие-то поступки действия слова модель поведения и от этого выиграть если смотреть вопросы начального и среднего образования ну допустим вы подбирайте своим детям или внукам это выбрать для них лучшее из лучших то есть лучшее заведение если же смотреть это относительно вашего обучения но к примеру вы там видите на курсы на мастер-классы то обучение обучение которое идет вам в плюс если вы там выступаете как приглашенный спикер коуч оратор или тренер опять же это вопросы роста вашего авторитета это известность это почивать на лаврах то есть для вас это успех если же это касается просто оформление каких-то дум бумаг и деловой переписки ситуация когда люди вам идут на контакт в чем-то помогают в чем-то содействует вы там где-то какой-то документ потеряли вам помогли его восстановить поэтому здесь вот это все идет со знаком плюс если анализировать четвертый дом четвертый дом и так по четвертому дому у вас здесь ложится семерка жазлов поскольку у нас четвертый дом это точка опоры или дом происхождения поскольку это наше детство там где мы родились выросли наши истоки четвертый дом у нас отвечает за семейные корни родительский дом собственный дом в принципе за вопросы недвижимости земельных участков также это родина эта семья это родители это сама по себе ситуация когда вы обретаете фундаменты на фоне этого фундамента то есть то что у вас заложили в детстве можете по десятому дому получить развитие социальный успех о чем же здесь вещает семерка жезлов семерка жезлов это за что-то бороться это чего-то добиваться здесь не вопросы конкуренции а здесь фактически какие выгрызать зубами например если у вас были какие-то споры соседями там по земельным участкам или по вопросам недвижимости перепланировки отстоять свое были какие-то споры или расхождение с близкими ну например кто где должен жить и там кому досталось наследство или что-то еще семерка жезлов отстоять свое причем не жестко по королеве чаш это дипломатично то знаете как ну надавить на какие-то такие уязвимые точки насколько это возможно опять же если это касается вопросов купли-продажи недвижимости ну давайте сейчас открою восьмерка жезлов для кого-то это будет вопрос переезда перемещения ну допустим одну недвижимость продали втором где-то приобрели переехали или для кого-то это съехать от родителей жить обособленно жить отдельно то есть для вас его как новое жилье еще если это касается вопросов репатриации ну например по родственным связям вы хотите куда-то переехать эмигрировать это добиться своего это будет даваться вам не просто с этим можно много будет там головной боли проблем но тем не менее отстоять если вы искали в принципе свои родовые корни восстанавливали родовые ветви искали какие-то документы это сложно это муторно но по семерке жезлов вы этого добьетесь если это касается взаимоотношений с близкими то есть отец мать ваша вторая половина потому что четвертый дом тоже частично у нас отвечает за отношения за брак хотя брак нас большей степени проходит по седьмому дому но четверка жезлов это в целом упростите четвертый дом это в целом наша семья так вот аркан мир это переход на новый уровень то есть и здесь для для себя добиться нового этапа точки комфорта найти допустим свое место под солнце найти локацию где вам комфортно жить где вы будете ощущать в безопасности защитой где вы ощущаете что у вас есть возможности для профессионального личного роста то есть это фактически найти для себя вот то место где вы будете ощущать себя свободным то есть как вопросы предназначения будут реализованы смотрим с вами пятый дом что у вас проходит по пятому дому рыцарь чаша поскольку у нас пятый дом мы называем точка влечений или дом радости досуга удовольствие прихоти развлечений в целом потому что это дом искусства творчества игры азарта детей успеха славы отдыха любви романтических отношений увлечения ну естественно любовных связей то рыцарь чаш в первую очередь конечно же символизирует для вас обретение поклонника это для девушек и женщин для мужчин могу сказать что у вас здесь может появиться какое-то увлечение или кому-то тяга по работе ну а также кто-то может по работе проявляться к вам потому что рыцарь чаш и восьмерка пентаклей вы можете здесь стать скажем так чем-то фаворитом кто-то вами будет увлекаться но а в целом по рыцарю чаш это отдаваться душой и телом какому-то увлечению вашим хобби наполняться от этого процесса мы сейчас даже досмотрим что здесь по факту по рыцарю чаш двойка мечей здесь попытки знаете как совместить несовместимое почему потому что найти время допустим и для карьеры и для семьи и для удовольствия двойка мечей не то чтобы быть что-то отсекаете но это будут попытки распределить свое время и ресурсы для того чтобы для себя здесь выделить больше времени на то чего любите заниматься с точки зрения отношений здесь может быть ситуация двойственности то есть да у вас может появиться еще один партнер большей степени такая же конечно же касается ситуация тех кто уже в стабильных союзах но также у вас здесь может проходить ситуация когда вы знакомитесь с партнером который уже состоит в отношении поэтому будьте здесь бдительны если с точки зрения детей о чем говорит эта карта совместный отдых совместная радость совместные достижения то есть успех от того что ваш ребенок где-то выиграл какой-то конкурс получил какие-то достижения и у вас радостью за ваше чадо опять же совместные экскурсии совместные путешествия какие-то совместные мероприятия и наполнение от этого что у вас по шестому дому король чаш поскольку у нас шестой дом это как точка силы это дом у нас отвечает за карьеру и отвечает за здоровье потому что это организация фактически вашего пространства а именно здесь создание комфортных и организованных трудовых условий то есть организация вашего быта то как вы выполняете служебные обязанности как вы развиваетесь по карьере как выполняете рутинную работу помимо всего прочего еще забота о здоровье идет каким образом это перекликается потому что организация условий труда напрямую влияет на качество вашей жизни на ваше самочувствие здоровье в целом как физическое эмоциональное так и ментальное и в целом за что отвечает наш шестой дом это вопросы самочувствия болезни лечения это повседневные заботы домашнего плана бытовые это служебные обязанности это взаимодействие с подчиненными это опять же забота о домашних питомцах здесь может как эти приобретения домашних питомцев на так и допустим дрессировка лечение то есть они какая-то забота и вопросы с долгами связаны но это не ваши долги а те которые допустим вам должны так вот о чем здесь у нас говорит король чаш конечно это помощь и содействие по этим нишам по этим вопросам мужчины водной стихии рак скорпион или рыбы во всем остальном же это найти отдушину если работа то это работа от которой вы получаете кайф и неважно чем вы занимаетесь может вы даже там гробовщик понимаете но вы кайфуете от своей работы вы вот наполняетесь насыщаетесь и действительно вы предоставляете качественные услуги почему потому что король чаш это быть экспертом вне зависимости от того в какой нише вы находитесь потому что это с любовью с душой относиться к своему делу опять же работа которая лечит душевные раны что тоже немаловажно потому что здесь она приводит вас баланс и в ресурс и самое главное в чем здесь идет еще такой акцент работа которая исцеляет других недугов вот эта карта она всегда показа что здесь нет переработок здесь нет трудоголизма эта работа которая идет как идет во благо допустим вам или другим людям по состоянию здоровья в первую очередь это акцента ваша психоэмоциональную составляющую почему потому что зачастую эта карта может показывать на психотерапевтические сеансы то есть будто психолог психотерапевт то есть лечить вашу душу вы можете безусловно быть таким лекарем для кого-то но если смотреть на вашу ситуацию это то что поспособствует очищению вашей души то есть это какие-либо медитативные практики это работа с психологом это самостоятельное изучение подобного рода литературы которая способствует этому потому что здесь основная проблема здесь может быть не совсем стабильное психоэмоциональное состояние особенно тех кто находится постоянно в хроническом стрессе вот мы сейчас даже дотянем с вами проанализируем видео семерка чаш и смерть это как выходить из иллюзии вопрос перемен объективно оценивать картину происходящего и как следствие прорабатывать свои эмоции потому что рыцарь жезлов это не то чтобы действовать конструктивно сейчас объясню то есть опираться в свои на не на эмоции в каких-то решениях а опираться на какие-то факты опираться на какие действия ну то есть понимать закон причина следственных связей и еще по состоянию здоровья и открываю вам десятка чаш это стабилизировать свой фон это избавиться допустим от неврозов или если у кого-то были чувства тревоги каких-либо переживаний то закрыть для себя эти моменты поэтому данный аркан для вас здесь более чем продуктивен смотрим и анализируем для вас седьмой дом что у вас по седьмому дома проходит седьмой дом четверка мечей будем раскрывать будем дополнять но давайте объясню так если на текущем этапе вы свободны то все что здесь будет вам идти это формат легких свободных ни к чему не обременяющих отношений это по сути подтверждает пятый дом если это вас устраивает то окей вполне может быть потому что здесь семерка мечей дну колды четверка пентакли это фактический адельтер здесь встречаться быть в отношениях с несвободным партнером или партнершей почему говорить о чем здесь говорит четверка мечей что если таковой человек у вас попадется вам не стоит здесь ожидать какого-то бурного развития построения семьи этот человек будет для опыта для здоровья для проработки каких-либо кармических уроков но не для создания семьи построение ячейки общества не для рождения детей если вы в любовных треугольниках это для себя все взвесить понятие осознать ставить здесь жирную точку и вообще уходить в другие союзы уходить в новое почему потому что линия первого седьмого домов она говорит о ситуации вот то что ты проецируешь вовне зеркалит тебя вот такие партнеры будут попадаться с ними нужно будет отрабатывать эти кармические уроки для тех же кто у нас в стабильных союзах то четверка мечей колесо фортуны это как повернуть ситуацию вспять это обновление ваших отношений это обретение покоя это устранение конфликтов и конфликтных ситуаций то есть для тех кто в стабильных союзах эта ситуация здесь идет в плюс потому что здесь как показывают арканы даже открывая колоду сила это укрепление связи у кого-то за счет рождения детей или из-за имеющихся детей но здесь ссоры конфликты поставить на паузу здесь пытаться отношения восстановить или реанимировать смотрим ситуацию для тех кто господи для тех смотрим ситуацию для восьмого дома что у вас по восьмому дому восьмой дом вот здесь нас ложится четверка чаш и так за что у нас с вами отвечает восьмой дом мы называем этот дом . границ или дом жизни и смерти почему потому что он соотносится со скорпионом символом скорпиона является смерть то есть аркан трансформации перерождение как вы знаете как птица феникс до возродиться из пепла и по восьмому дому у нас всегда проходят такие вещи как общие капиталы наследство страховки завещания нотариальные дела вопросы преобразования продолжительности жизни вопросы смерти тайн оккультных способностей сексуальных контактов сексуальная инициация возможно для кого-то ну и также это материальные ценности и финансовые дела вашего брачного или делового партнера и вот теперь давайте обо всем поподробнее у вас как я уже озвучивала является очень главной и весомой ось 2 8 домов несмотря на то что здесь вышли младшие арканы смотрите там ложится тройка пентаклей здесь четверка чаш вот такая вот у вас идет параллель о чем это говорит я не говорю что вы там были у кого-то в статусе содержантки или альфонса или у кого-то сидели на шее но вам здесь четко карты показывают что вам нужно взрастить свою самодостаточность и независимость то есть вот эти карты говорят о том что не надеяться на помощь финансовую поддержку со стороны партнера или партнерши а самим взращивать свою финансовую независимость свой капитал и становиться независимыми несмотря на формат отношений какая бы у вас там любовь морковь не было но это расчет только на себя если это касается делового партнерства четверка чаш не ждите здесь дополнительного финансирования помощи каких-то вложений здесь рассчитывать исключительно на свои ресурсы если мы будем смотреть ситуацию ну по поводу вопросов общего дохода допустим или общего бюджета семьи то здесь карты могут показывать на ситуацию и такое острое поднятие вопроса что кто вы можете жить в союзе но с раздельным бюджетом то есть каждый сам за себя может у вас подниматься такой вопрос такая ситуация опять же необходимость допустим себя застраховать здесь не про кстати если вы собрались писать завещание форма дарственную не лучшее время будете сожалеть о своем поступке и если это вопросы связаны с вступлением наследства то здесь придется за это побороться в принципе здесь это у нас показывал и семерка жезла в четвертом доме поэтому здесь нужно вам будет отстаивать свои интересы с точки зрения вопросов смерти но здесь больше знаете как апатичное состояние которое может приводить единичных скажем так представителей знака зодиака рыбы к суицидальным мыслям поэтому здесь карта иерофанта падает не зря так как карта лекаря учителя наставника духовного наставника или проповедника то есть иными словами если вдруг не дай бог у кого-то появятся такие мысли это в первую очередь как вам акцент лечите душу лечите душу лечите душу не только при помощи до психотерапевта или собственного углубления в вопросы психология за психологии а работа труд реализация для вас это фактически будет лекарство как исцеление от всех болезней если мы будем с вами смотреть вопросы тайн оккультизма то данная связка арканов она показывает на следующее если в чем-то вы не можете разобраться у вас есть какие-то нерешенные вопросы обратитесь к мастеру будет астролог таролог нумеролог человек поможет вам найти ответы на свои вопросы и прояснить для вас многие ситуации несмотря на то что ваша интуиция работает очень хорошо и вы хорошие эмпаты чувствуете людей но иногда вы не можете прояснить для себя те либо иные моменты потому что вам излишне мешают здесь эмоции посмотрим с вами вопросы девятого дома что здесь вот по девятому дому у вас здесь все прекрасно ложится старший аркан солнце и девятый дом у нас с вами отвечает за дом духовного развития он нас называется . духа потому что это дома интеллектуальной жизни религии путешествий это в принципе изменение вашего мировоззрения философских убеждений для кого-то углубление вопросы веры религии это может быть и смена веры и религии но для кого-то изучение это вопросы высшего образования это вопросы судебных дел которые ранее были начаты и длятся до сих пор и решение каких-либо проблем в общественных институтах власти и так разбираем и смотрим если вы решили получить второе высшее образование или просто высшее образование самое время потому что солнце показывает что это будет вам благо это даст процветание новый рост новый виток и расширение ваших возможностей если вы в рамках этих полутора лет стремились путешествовать уехать за рубеж по работе или обучению или же непосредственно переехать эмигрировать ситуация которая дает вам знаете как зеленый свет потому что здесь и прилив сил энергии возможности или реализация задуманного опять же солнце это пролить свет на те моменты которые вам были неясны допустим почему кто-то исповедует другую религию что толкает людей на это или почему люди являются атеистами то есть это изучение вопросов веры религии помимо всего прочего изучение вопросов культуры других народов законов норм правил гостов то есть это для кого-то может быть вопрос адаптации и опять же в прямом смысле слова найти свое место под солнцем то есть если кто-то решил эмигрировать то в новом месте вы будете ощущать себя максимально комфортно если это судебные дела то судебные дела которые вами будут выиграны если это изменение вашего мировоззрения то действительно для себя пролить свет на многие вещи и изменить свои какие-то убеждения но у вас это четко идет за счет вашего духовного роста посмотрим с вами проекцию десятого дома что здесь у вас здесь ложится восьмерка жезлов аркан который нам показывает карту скорости и развития и возможности и это прекрасно и я объясню почему это будет впоследствии перекликаться у вас со вторым домом десятый дом это один из самых важнейших домов гороскопа натальной карты в целом потому что это дом который называется точка цели это дом профессионального и социального успеха карьеры он в первую очередь показывает насколько мы сможем реализовать свои устремления и карьерные амбиции какого успеха мы сможем добиться в социуме потому что это дом нашего жизненного уровня это тот максимум который мы можем достичь в профессии в жизни это дом рода занятий карьеры профессиональных достижений если здесь просто шестой дома так как выбор профессии нравится работа или нет то это какого максимума вы здесь можете достичь это социальный статус это репутация это награды и это тоже частично вопросы кармы так вот восьмерка жезлов это прорыв это рост это признание это успех это быть на слуху это расширение возможностей для вас это но если посмотреть кстати в прямом смысле слова может быть из смена имени фамилии может даже по вашему собственному желанию или вы там себе вернули там девичью фамилию или там взяли бабушкину то есть по родословной это то что даст вам прорыв новые высоты опять же получение наград это может быть выигрыш в соревнованиях в конкурсах потому что восьмерка жезлов это карта активности и достижение успеха безусловно не просто так благодаря вашей целеустремленности потому что ну просто так ничего у нас жизни не бывает но как говорят арканы даже водотягивая для вас смотрите туз чаш радость удовольствие признание триумф победа и жизнь полная чаша анализируем с вами 11 дом о чем здесь будет идти речь по одиннадцатому дому у вас ложится аркан умеренность карта баланса воодушевления гармонии стабильности внутреннего ощущения баланса и счастья 11 дом это у нас дом социального общения не путать с третьим домом коммуникации почему потому что если третий дом это вот максимально наши близкие там близко родственники братья сестры соседи да то 11 дом это могут быть ваши подписчики ваша целевая аудитория ваши клиенты ваши заказчики ваши знакомые и не могу прямо называть что по 11 дому проходят близкие друзья на совсем близкие больше по третьему идут опять же это дом который у нас отвечает за меценатов покровителей спонсоров инвесторов за ваших защитников советников за ситуацию когда вы являетесь чем-то фаворитом и у вас вкладываются потому что это дом исполнения мечты цели плана задачи исполнения надежд это дом благотворительности поэтому здесь вот почему не зря падает карта умеренности и баланса вот то что приходит к вам признание помощь финансовые блага вы будете отдавать вовне для восполнения этого жизненного баланса и как следствие очень грамотно будете прорабатывать карму например каким образом не всегда это выражается в денежном эквиваленте и серии кто-то дал вам рекомендацию в социальных сетях и как следствие у вас пришло больше клиентов аудитории так и вы в свое время дали кому-то рецензию написали хороший комментарий и тем самым помогли человеку в развитии или посоветовали его как мастера или вам кто-то не знаю там задонатил или проинвестировал какой-то ваш проект вы в свою очередь кому-то частично помогли там нуждающимся людям или отдали деньги на благотворительность там в приют для животных то есть ситуации разные но вот здесь это восстанавливать этот вот вселенский баланс давать принимать и опять чем больше вы даете тем больше вас вам возвращается но а в целом умеренность это гармоничное взаимоотношение с публикой это быть любимчиком публики вашей целевой аудитории потому что общаясь с вами люди находят баланс умиротворения успокоения и напитываться от вас какой-то благодат такой благодатной энергии потому что умеренность это когда пообщавшись с вами либо взаимодействуя с вами люди обретают состояние покоя и для них это будет очень важно и значимо карта не говорит о вопросах выигрыша поэтому все кто надеялся на выигрыш крупных сумм увы это не про лотереи не про азартные игры если рассматривать этот аркан с точки зрения исполнения цели или мечты это зона комфорта поэтому добиться цели или того что вы себе запланировали анализируем с вами 12 дом ну и здесь ложится аркан маг так сказать в завершение для затравочки что такое 12 дом его называют домом интровертов или дом уединения кто-то называет дом одиночества почему потому что как правило по этому дому у нас проходит монастыри больницы клиники санатории дома отдыха места ретрита вопросы паломничества это в принципе могут вопросы добровольной изоляции то есть уехали на острова где-то там находитесь не знаю группа людей в ретрите и медитируете восстанавливаетесь но это может быть изоляция добровольно принудительного характера это работа в тюрьмах или уж простите нахождение в тюрьмах это работа вахтовым методом когда вы добровольно принудительно себя идете ведете на алтарь так сказать работы потому что вы зарабатываете деньги опять же работа в закрытых организациях секретных организациях на военных предприятиях но в общем иными словами 12 дом это все что идет по вопросам ограничений уединения больниц приютов тюрьм тайных связей тайных врагов скрытых болезней оккультных знаний и в первую очередь проработки глубинной памяти о чем же здесь может вам говорить аркан ну давайте сразу начнем с вопросов оккультизма оккультизм и эзотерика какие очень широкие понятия потому что все сразу воспринимают только вопросы мантических или оккультных каких-то систем но это гораздо шире это и нумерология и астрология и гипноз гипнотерапия и практике нлп так вот здесь либо найти себе наставника либо самому изучать и стать профи реализовываться через эту нишу опять же по аркану маг найти человека который может чистить какие-то деструктивные программы родовые вещи если у вас были какие-либо блоки энергетического характера опять же что такое маг это найти специалиста врача который вам поможет в лечении хронических заболеваний избавит вас от этого ну то есть всячески поможет вам уйти от проблем или это будет положительная динамика лечения опять же аркан маг если мы будем смотреть больницы санатории курортное лечение это грамотные специалисты которые подберут для вас грамотную как бы перечень процедур по восстановлению если это вопрос монастырей паломничества то отойти за духовным наставником человек который вам открывает истину на многие вещи открывает глаза если эта работа в каких-то закрытых секретных организациях это продвижение по карьере это быть у руководства на хорошем счету и более того для вас это стабильная карьера с перспективами продвижения и увеличения дохода если смотреть ну все мы под богом ходим вопрос связанный с тюрьмами и ограничением свободы маг может нас уже символизировать адвоката поэтому я хочу для себя прояснить этот момент что здесь если у вас будут какие-то сфабрикованные дела или нюансы и вам будут утрировано в кавычках жить административное или уголовное дело почему сфабрикованы потому что падает аркан луна то по императору благодаря помощи и содействия этого человека вы стоите свой авторитет свою свободу и какие-то для себя возможности поэтому здесь как вы видите все прекрасно у вас этот дом аспектирован в каком плане это проработать его с точки зрения духовного начала то есть это отдых это ретриты это паломничество это монастыри это углубление вопросы эзотерики это возможно стать самому каким-то грамотным эзотерическим практиков в том числе массажистом почему потому что все массажисты являются биоэнергетиками то есть все что сопряжено с этой нише этими возможностями и тогда у вас здесь будет все прекрасно но и посмотрим для вас ключевое а именно рекомендации от карт на этот полутора годовалый цикл о чем здесь у нас идет речь справедливость поступай по справедливости и отработаешь карму по справедливости тебе будут на самом деле очень многие арканы вам в этом годовом раскладе полутора годовом об этом говорят проанализируйте все нова у вас видите везде баланс восстановление отдача если вы правильно поступаете себя ведете опять же справедливость действовать по букве закона действовать в рамках закона не предпринимать ничего нелегального делать все официально через суды через юристов нотариусов адвокатов опять же влюбленные у вас здесь будет помощь и поддержка и еще такой нюанс в плане отношений не размениваться на что ни попадя если вы встречались и вы не могли определиться быть вместе или нет то это создавать официальный союз если вы в официальных отношениях и там все не то гладко то как так карты показывают это союз сохранить развестись всегда успеете поверьте здесь нужно сохранять семью опять же если вы свободны то здесь вы должны понимать что вступая в любовные треугольники либо связи так сказать с несвободными людьми это будет по карме почему потому что здесь по башне вы не получите развитие этих отношений потому что по сути нарушаете баланс в другом союзе поэтому здесь думайте взвешивайте и анализируйте пусть эта информация вам будет во благо пусть этот полутора годовалый цикл поменяет вашей жизни все к лучшему я вам искренне от всей души этого желаю от вас конечно же буду ждать обратной связи поэтому не забывайте писать оставлять ваш энергии энергообмен я благодарю каждого из вас за ваши лайки комментарии за ваши донаты если вы еще не подписаны на канал подписывайтесь и обязательно будьте в курсе всех последних видео и новостей я вас благодарю за просмотр с вами не прощаюсь еще услышимся